Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре 25 мая, вторник, и сегодня отмечается День филолога. Интересно, что это календарное событие приходится на следующий день после другого, связанного с языком праздника, Дня славянской письменности и культуры. А отмечают День филолога все причастные – студенты и преподаватели филологических факультетов, языковеды, переводчики, лингвисты и просто ценители родного языка. Ведь сегодня никто из нас и дня не может прожить без речи. Она необходима не только для общения с окружающими, но и наедине с собой. Например, во время чтения книг или просто для формулирования мыслей. Думаю, со мной согласится и мой утренний гость. Я рада представить вам Дмитрия Жиркова, старшего преподавателя филологического факультета СВФУ. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь примите, конечно же, наши самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Благодарю. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний, так что смело звоните нам и задавайте вопросы гостю. Телефон 320-066-3211-66. И наш WhatsApp номер тоже работает. Его номер 8-964-428-8818. А мы начинаем беседу. Дмитрий, всегда считал, что грамотная речь – это признак высокого культурного развития. Но насколько правильно мы сегодня говорим? Действительно, в наше время отмечена утрата и замена традиционных истинных ценностей. Действительно, мы констатируем факт падения общего уровня культуры населения, читательского кризиса, недостаточного уровня грамотности. Но вместе с тем, те меры, которые принимает государство, система образования, общественность, хотя бы даже наш сегодняшний разговор, я думаю, принесет положительные результаты. И отмечаются уже какие-то позитивные сдвиги в этом направлении. И хочется верить, несмотря на то, что проблема грамотности остается одной из самых злободневных, все-таки, что эти надежды не напрасно. А какие чаще всего мы допускаем ошибки, ну, в частности, в речи? Из таких вот наиболее распространенных повсеместных ошибок, наверное, что может прийти на ум хотя бы вот эта вот пара – кушать и есть, которые различаются все-таки стилистической окрашенностью. Литературная форма все-таки предполагает употребление слова «есть», то есть «я ем», и когда взрослый человек говорит «я покушал», все-таки это признак дурного тона. А вот «покушал» слово мы все-таки можем употребить, например, по отношению к ребенку. Ты покушал, да? Покушай. Ну, как бы это получается, что из разговорного больше все-таки, да? Да. И еще, наверное, таких вот ошибок, ну, если, может быть, даже не в строгом смысле этого слова ошибки, сколько некоторые вольности, часто встречаются и в письменной речи, например, в тех же мессенджерах, когда пользователи позволяют себе некоторые сокращения. Например, «ДД» оказывается означает «добрый день». Как-то вот «пожалуйста» там тоже сокращают. Да, или «СПС». Спасибо. Да, это на самом деле такое доброе слово «спасибо». Вот, в последнее время довольно часто можно услышать сленговую речь, раз мы об этом заговорили, да? Вот как вы считаете, сленг – это засор или все-таки эволюция языка? Ну, надо быть откровенными. Молодежь, которая наиболее часто использует сленги, теперь уже точно всегда будет отходить от литературных норм. Сленг – это явление весьма непростое. На самом-то деле это показатель некоторой сопричастности к определенной тусовке. Субкультура, да? Да. То есть, благодаря использованию некоторых слов, другие могут считывать вас как своего. Поэтому, может быть, даже в разумных каких-то долях это знание можно использовать для установления диалога с подрастающим поколением. Что касается вопроса засорения все-таки этого языка или эволюции, то если исходить из мысли, что литературная норма – это традиция, то сленг своего рода, наверное, инновация, которая двигает колесо времени. Да, но говорят же, что язык – это же его организм, он развивается, он меняется. И это может быть даже нормально, если в нашей речи появляются сленги и англицизмы. Вот как вы к ним относитесь? Англицизм – это тоже явление известное, естественное в языке, известное еще с эпохи Петра I, благодаря которой, кстати, в русский язык проникл целый корпус иностранных слов, значительно обогативших русский язык. Поэтому к англицизмам все-таки нужно относиться двояко. Я думаю, что здесь стоит разграничить два момента. Первый момент, он касается проникновения иностранных слов для обозначения новых явлений, то есть это необходимая мера. То есть где нет синонима на русском языке? Да, совершенно верно. И другой случай, когда вот это проникновение не является необходимым. Ну, лично я в своей речи все-таки яро не выступаю против англицизмов, но, тем не менее, стараюсь придерживаться слов привычных. Традиционных, скажем так, да? Ну, вот часто же теперь можно услышать хейтеры, хайповать, дедлайн. Вот эти слова вы используете в своей речи? Вот, например, дедлайн в русском языке, синоним какой? Дедлайн — это все-таки крайний срок, да. Поэтому, так как это все-таки уже достаточно распространенное явление слова в языке, поэтому все-таки мы неизбежно его используем, поэтому и в нашей речи тоже это возможно. То есть мы не говорим, мне нужно сделать эту работу в крайний срок, мы не говорим так. Нет, почему? Это тоже позволительно, и я бы даже сказал, что это правильно, но все-таки можно использовать и второй вариант дедлайн. А что насчет вот грамотности, да, английских слов? Например, как правильно писать слово «фейсбук» через «э» — «фэйсбук», да, или через «е» — «фэйсбук». Вообще есть какие-то правила при написании английских слов, которые сейчас используются в письме? С точки зрения грамотного использования к слову «фейсбук» на самом-то деле возникает не один, а целый ряд вопросов. Ну, во-первых, как правильно произнести «фейсбук» с ударением на первый слог, или все-таки, учитывая, что в английском языке ударение все-таки ставится на первый слог «фейсбук», или на второй слог «фейсбук». Здесь мы ставим ударение на второй фонетический слог «фейсбук» по аналогии со словом «ноутбук», который построен по той же словообразовательной модели. Второй вопрос, который возникает к этому вопросу, все-таки, как правильно написать пост в «фейсбуке» или написать пост на «фейсбуке». Здесь правильным является вариант написать пост в «фейсбуке», то есть имеется в виду социальная сеть. В «фейсбуке», в «инстаграме», в «твиттере». Ну и, наконец-таки, третий момент «е» или «э» все-таки. Здесь литературные какие-то рекомендации, рекомендации с точки зрения литературных норм могут быть связаны с все-таки употреблением этого слова через «е». Здесь действует, наверное, такое вот негласное правило для всех иностранных слов. Слышим «э», пишем «е». Интересно. А вот насчет «инстаграма», да? Многие говорят, например, фраза такая «посмотрите в инстаграме». Это правильно будет или в «инстаграм» все-таки? Позволительно, форма «посмотрите в инстаграме». То есть окончание можно поставить, да? Так, давайте вернемся к русскому языку. Я помню, что всегда было «придти». А вот когда появилось «прийти»? Вы абсолютно правы. До середины 20 века, 50-х, 60-х годов, до того, как вышли слова Сергея Ужикова, который зафиксировал вот эту вот норму «прийти», существовало несколько вариантов использования этого слова. «Прийти» и «придти» и даже «придти» с двумя «т». Да. Но все-таки правильный вариант «прийти». Чем объясняется эта смена? Она объясняется естественными процессами в языке. Изначально это слово выглядело следующим образом. Приставка «при», корень «ид» и глагольный суффикс «ти». То есть слово выглядело как «прийти». А так как наш язык всегда стремится к благозвучности, всегда стремится к лаконичности, то звонкий «д» оглушился за счет последующего него «глухого» «ты», а долгий «и» превратился, сократился до «и» краткого. И сегодня тогда правильно как? Сегодня правильно говорить «прийти». Прийти. А если я напишу «придти», это будет ошибка, например, в диктанте? Это все-таки будет ошибка. Уйти, выйти, прийти. Так, насчет ударения, да? Ну и правописание тоже. Как будет правильно «свекла» или «свекла»? Но неправильное произношение этого слова может быть объяснено некоторыми неточностями в его написании. Очень часто, кстати, людьми игнорируется буква «ё». Хотя здесь вариант правильный, единственно возможный – «свекла» через «ё». А мы с вами знаем, что в русском языке практически во всех случаях, за редчайшим исключением, в слове, где имеется буква «ё», она является ударной. Поэтому везде, где видишь букву «ё», там туда и ставь ударение. «Свекла». Просто запомнить, да? Да. Ну и, конечно же, вопрос такой «звонит» или «звонит»? Да, кстати, это тоже одна из самых повсеместно распространенных ошибок. Правильно, конечно, говорить «звонишь», да? «Позвонит». Как легко запомнить? Конечно, есть какие-то стихотворные формы такие, очень короткие, которые легко запоминаются. И я думаю, что предоставляют некоторые возможности для запоминания. Например, значит, ненавижу эту тишь, когда ты мне не звонишь. Или не налезли шорты, много ели торты. Хотя, на самом-то деле, я думаю, что многие сегодня могут вспомнить и замечательный музыкальный номер из фильма «Карнавал», где Ирина Муравьёва поёт песню «Позвони мне, позвони». Совершенно правильным произношением «позвони». А я часто использую для себя вот слово «звонит» – «звенит». Если «звенит», мы же говорим «звенит», значит «звонит». Огромное спасибо, Дмитрий, за очень интересную беседу. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Приходите к нам ещё. Всё, друзья, сейчас реклама. Доброе утро. Программа «Якутск.Сегодня» продолжает свою работу. А знаете ли вы, что после того, как в Китае закончился карантин, у них резко возросло число разводов? Люди посидели семьями и внезапно поняли, что совсем не подходят друг другу. У нас в начале карантина тоже было много шуток на тему разводов и конфликтов, но спустя почти два месяца эти шутки становятся всё больше похожими на правду. В чём же причина семейных разводов? Неужели повседневная жизнь не давала нам времени на ссоры? Зато самоизоляция подарила нам его в достатке. Об этом нам расскажет психолог Надежда Васильева. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Друзья, конечно же, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний. Звоните, задавайте вопросы нашей гости, психологу Надежде Васильевой. Телефон в студии прежний 32 0066 32 1166. И наш ватсап номер тоже работает. 8 964 428 88 18. Итак, Надежда, что могло повлиять на рост числа разводов? Я вчера посмотрела статистику. И оказывается, что в 2020 году, когда было как раз начало пандемии, и говорится о том, что вроде как число разводов выросло, на самом деле оказалось нет. По сравнению с 2019 годом количество разводов меньше. Но получилась такая ситуация, что когда мы ходили на работу, в основном все встречались дома, в семье, по вечерам и по выходным. То есть, когда в отношениях между партнерами назревал какой-то конфликт, многие, например, избегали выяснения отношений. А тут, когда они оказались один на один, дома, безвылазно, конечно, пришлось выяснять отношения. На месте и сразу же. Да, и ты 24 на 7 находился со своим спутником, которого только начал узнавать с разных сторон поближе и глубже, и, может быть, даже с неожиданных сторон. И это привело к тому, что многие не смогли договориться, то есть бежать было некуда. А когда узнали много интересного друг о друге, выяснили, что это не совсем подходит для совместной жизни. В любой супружеской паре в определенные моменты возникают какие-то кризисы семейные. И это неизбежно. Но кто-то проходит эти кризисы легко, спокойно, по-взрослому могут договориться. А кто-то впадает в какое-то детское состояние того, что ты меня должен, потому что ты меня любишь, или я тебя люблю, а почему ты так со мной обращаешься. То есть больше включаются эмоции, а не рациональная какая-то часть. И люди не могут договориться, уходят в обиды, в взаимные ожидания друг от друга, неудовлетворение потребностей. Каждый остаётся на своём. Получается, что необязательно сидеть в самоизоляции, в замкнутом пространстве. Этот кризис может наступить в любом случае. Но самоизоляция этот кризис скатализировала. То есть рано или поздно эти люди всё равно бы к этому пришли. Но они это откладывали. Но самоизоляция привела к тому, что они вынуждены были сидеть и разбираться. И развелись именно те пары, у которых и до пандемии самоизоляции уже были какие-то сложности в отношениях. А, например, для других пар это явилось укреплением отношений. То есть многие не то, что не развелись, а они, наоборот, после самоизоляции начали друг к другу лучше относиться, отношения улучшились и укрепили брак. А что в этом случае нужно делать, что самоизоляция привела к тому, что они начали конфликтовать друг с другом? У нас с конфликтом всегда есть какое-то негативное отношение. И многие его избегают. И говорят, что лучше худой мир, чем добрая ссора. И вообще не надо ругаться. То есть ты думаешь, когда ты ругаешься, ты в любом случае портишь отношения. Как будто. Но на самом деле, когда ты женщина, я мужчина, например, или все люди разные, выросли в разных семьях, разные ценности, разные психологические, личностные, характер другой. И неизбежно то, что мы на одни и те же вещи смотрим по-разному. Я хочу одного, ты хочешь другого. Мы можем любить разные фильмы, любить разных актеров, слушать разные песни, хотеть выходные провести по-разному. Это нормально в любых отношениях. И выигрывает тот, кто умеет как раз-таки договариваться. Не так, что я всегда прав и будем всегда делать, как я хочу. Или я всегда буду уступать тебе и всегда буду делать, как ты хочешь. Вроде как мир сохраняется, но при этом неудовлетворенность растет. А договоренность выглядит таким образом, что каждый получает то, что он хочет. Но в каком-то может быть определенном порядке, может быть с какими-то уступками, компромиссами, не в таком виде, как они здесь и сейчас, и все сразу. Но искусство договариваться, это прямо необходимо в отношениях. И кто это умеет делать, те сохраняют отношения. А те, кто не умеет, разводятся. Как сохранить отношения, как уметь договариваться, если находишься в замкнутом пространстве? Я возвращаюсь к теме карантина. И многие психологи говорят, что нужно иметь свое личное пространство. Как разграничить личное пространство, находясь в стесненных условиях? Здесь прежде всего надо говорить о личных границах, больше психологических, а потом уже территориальных. То есть то, что ты можешь уединиться в комнате, это физическое пространство и физическая граница. Но если ты психологически не имеешь личных границ, то есть ты никогда не умеешь отказывать, ты не умеешь заботиться о себе, ты не умеешь сам себя занимать, например, ты не знаешь, чего ты сам хочешь, а ты все время должен быть с кем-то, с кем-то советоваться, все время ты находишься в чужих границах или твои границы, когда в детстве все время нарушались, у тебя не формируются вот эти личные границы, что я — это я, а ты — это ты, и что мы два отдельных человека, две личности. Когда вот это не сформировано, получается, человек все время хочет быть рядом, все время хочет там что-то, там разговаривать, советоваться, обсуждать, и у него даже не может возникать потребности того, что он хочет уединиться, и мне тоже, в общем-то, неплохо было бы побыть самой собой, потому что у каждого, опять-таки, человека рано или поздно возникает такая потребность побыть наедине с самим собой, и только так мы можем как-то начать себя анализировать, рефлексировать, понимать себя, хорошо мне или плохо, и так далее. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. О, добрый день. Добрый день. Это Усалдана. Очень приятно. Там команда, она беспокоит. Надежда Айбутон Кимдене. Еще раз. Она-то Кимдене, Айбутон. Юрьевна. Надежда Глебевна. Юрьевна. Юра. Юрьевна. Надежда Юрьевна, Юрьевна. Александр. Юрьевне. Юрьевна. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ребёнка. Вот этот промежуток, он может повлиять как-то на гармонию в отношениях? Да, совершенно верно. То есть если обычно как бывает? Если люди женились именно из-за беременности, они пропускают вот этот первый период адаптации к друг другу жизни вдвоём. И тогда они переходят сразу к двойному кризису. Того, что они ещё не знают друг друга, а уже надо адаптироваться к ребёнку. И, конечно, это очень сложно бывает преодолеть. Ага, друзья, мы уходим сейчас на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь через мгновение. Мы к вам вернёмся и вновь будем разговаривать о разводе, как пережить его, как не допустить, и каковы причины и последствия. В гостях у нас психолог Надежда Васильева. Доброе утро! Мы продолжаем говорить о причинах семейных разводов и о том, как их можно избежать. У нас в студии психолог Надежда Васильева. И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию или задавайте свои вопросы по ватсапу 8-964-428-88-18. Надежда, скажите, как понять, когда стоит сохранить, спасти брак, а когда лучше развестись? Когда начинаются какие-то непонятки, разногласия, неудовлетворённость, в этот момент желательно сразу сесть и выяснять отношения. То есть не бояться конфликтов. Конфликт — это выяснение отношений, которые помогают зачастую, наоборот, отношения улучшить. Люди, когда замалчивают, очень часто ко мне, допустим, приходят на консультации люди, которые прожили очень долго, там 7-10, иногда даже 15 лет, и потом они говорят, невыносимо жить. Но при этом, говорит, я не могу ему или ей показать, что мне плохо в этих отношениях. Почему? Ну, потому что я не привык свои чувства как-то выражать, я не привык об этом говорить. А если ты ничего не выражаешь, как другой человек должен понять, что тебе плохо, что тебе что-то не нравится там, да? Мы боимся человека обидеть, мы боимся, наоборот, что он начнёт злиться, мы боимся, что он нас не поймёт. Из-за этого умалчиваем вот эти свои недвольства. И это приводит к тому, что я не удовлетворяю свои потребности, молчу, и это всё копится, копится, копится. Потом мы начинаем ругаться из-за мелочей, хотя на самом деле причина лежит совсем в другом. Оскорбляем друг друга. И вот этот как снежный ком начинает вот копиться, да? Комок обид, неудовлетворённости, уже потом злости, и уже доходит до того, что я просто тебя видеть не могу, говорит партнёр твой, да? И когда вы накопили очень долгое время и очень много причинили уже друг другу боли, начинаем уже потом специально делать другому больно. Почему? Ну, потому что больно мне от моей неудовлетворённости, от того, что ты мне чего-то не даёшь. А выход-то какой? То есть нужно... Выход такой, что вот только у вас начались какие-то разногласия, да? Проговаривать. Проговаривать, договариваться, садиться за стол переговоров. Если вы не можете сами, приходите к психологам на семейную консультацию. У нас в центре это проводится, например. И мы выступаем как модераторы, как переводчики иногда. Мы помогаем вам договориться. Иногда люди говорят, я первый раз высказал, а другой говорит, я первый раз слышу от тебя вообще вот это, что ты вот это чувствуешь, оказывается. И потом они выходят уже совсем как-то по-другому, относясь друг к другу. И на консультации семейные мы прямо шаги прорабатываем. Вот что тебе нужно делать для того, чтобы ему было хорошо, а что тебе думать, чтобы ей было хорошо. И это приводит к тому, что люди начинают действительно друг друга слышать, понимать и что-то делать для того, чтобы им вместе было хорошо. Ну это, в общем-то, основная цель совместной жизни. А вот многие люди пытаются сохранить семью ради ребёнка. Насколько это адекватная позиция? Нужно ли вообще ей следовать? Сейчас много говорят о том, как травматично. Вообще детские травмы очень усиленно мусолятся. И от этого ещё больше у женщины, как правило, чаще возникает страх того, что развод навредит ребёнку. И она начинает держаться за отношения, лишь бы ребёнку было хорошо. Как будто ради ребёнка. На самом деле ребёнку нехорошо, когда родители без конца ссорятся, выясняют отношения, постоянно напряжение в атмосфере прямо в доме царит. Ребёнку от этого нехорошо. И иногда бывает такой факт, что после развода как раз-таки ребёнок наоборот начинает чувствовать в себе больше внимания. То есть мама успокоилась, она проводит с ним больше времени, она им занимается, ну потому что уже не ссорится с отцом. А у отца есть какое-то время, выходные, например, или вечера, когда ребёнок проводит с отцом. И в это время тоже папа полностью проводит время с ребёнком. И ребёнок от этого получает гораздо больше, чем когда они жили все вместе, и на ребёнка никто внимания не обращал, а наоборот родители занимаются только собой и только своими ссорами. Поэтому не всегда, а вот в особенности, когда есть жестокое обращение, когда есть рукоприкладство, когда есть алкоголизация, наркоманизация, любая какая-то зависимость неизлечимая, что человек уже долгое время в этом находится и становится ещё хуже. Если вы это видите, ну просто и когда есть угрозы жизни, там вам угрожают, там дословесно ли, физически ли, неважно, потому что психологическое насилие, оно такое же разрушительное, как и физическое, то тогда обязательно нужно разводиться. А что говорить ребёнку, если пара решила развестись? Какие правильные слова нужно подобрать? С ребёнком родители не разводятся. И ребёнку надо об этом сказать, что даже если мы будем жить отдельно, то мы всё равно остаёмся для тебя родителями, мы разводимся между собой, но мы всегда остаёмся твоей мамой и папой, и мы оба тебя очень любим. Когда ребёнок это слышит, он успокаивается. Почему? Потому что у детей есть такой детский эгоцентризм, и часто ребёнок берёт на себя ответственность за взрослые отношения. И тем более часто бывает, что мама, когда не может выразить свой негатив на отца, она может это выливать на ребёнка, злиться на ребёнка, хотя ребёнок вообще тут ни при чём. И тогда ребёнок думает, они разводятся из-за меня. Это я плохой, это я что-то не то делаю, я плохо учусь, я плохо себя веду. Из-за этого мои родители разводятся. То есть детский эгоцентризм приводит к такому чувству вины у ребёнка. Это часто бывает. И поэтому с ребёнком обязательно надо разговаривать, говорить о том, что ты вообще ни при чём. Это наши взрослые отношения. И в любом случае мы всегда остаёмся твоими родителями, которые тебя всегда любят, всегда поддержат. И ребёнка это успокаивает. У нас есть в WhatsApp вопрос, что делать, если после развода мама категорически выступает против общения ребёнка с отцом? Ну, это уже говорит... Это вот начало. Это ребёнку необходимо для взрослой жизни, потом для его полноценного создания своих отношений. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Говорите. Я немножко поздно подключился. Ничего страшного? Ну, я понял, что разговор где-то о разводе. Всё верно, да. Задавайте свой вопрос. По-моему, не надо рекламировать развод. Наоборот, за крепкую семью должны мы раповать. Семьи. Вообще. Спасибо вас за ваш звонок. Мы не пропагандируем развод. Мы как раз говорим о том, как его избежать. Мы говорим, из-за чего бывает развод, как его избежать и как на самом деле сохранить отношения. Конечно, я как семейный психолог, я всегда за то, чтобы отношения сохранять. Это то, чтобы в любом случае договориться, решить эти семейные кризисы и выйти к какому-то взаимопониманию. Но если люди иногда, ещё раз повторюсь, наверное, когда есть жестокое обращение, когда есть угроза жизни, когда люди, один человек живёт в абьюзивных отношениях и терпит, а другой позволяет себе слишком много лишнего, конечно, в этом случае рекомендовано разводиться для сохранения жизни себе и своим детям. У нас есть в WhatsApp вопрос. Он, в принципе, похож на предыдущий, но звучит немножечко по-другому. Сын не хочет общаться с папой, он ушёл из семьи к другой женщине, а я не хочу лишать ребёнка отца. Как мне поступить? Здесь надо разговаривать с отцом. И если отец не против общаться, конечно, ребёнок имеет опять-таки на это право. Здесь опять женщина и мужчина, бывшие муж и жена, зависит от того, как они смогут по поводу ребёнка и общения с ребёнком договориться. И опять-таки желательно поговорить с отцом так, чтобы он всё равно, несмотря на то, что у него новая семья, всё-таки уделял внимание и общение со своим ребёнком, который остался в прежней семье. А как восстановиться после развода? Многие же паблики пишут, нужно сходить женщине в парикмахерскую, обновить свой гардероб, прическу, туфли новые купить. Это помогает или нет? Это помогает, но это всё внешние какие-то обстоятельства. Самое главное – восстановиться внутренне. Если была очень близкая, тесная связь, иногда развод происходит из-за причины измены, например, как гром среди ясного неба. Люди жили долго и счастливо, и женщина говорит, я считала, что у нас идеальная семья, и вдруг я узнаю, и мы из-за этого разошлись в очень короткое время. Чем короче был разрыв, тем сильнее это переживается, это травматично. То есть если к этому люди долго шли годами и развелись, то это уже какой-то исход предугаданный был. И к этому человек морально мог подготовиться. И поэтому переживает, он выходит из-за этого как-то легче и быстрее. Иногда некоторые говорят, ой, мне так легко стало, вообще я себя чувствую, да, освобождённым, там, чуть ли не счастливым. То есть развод, развод и рознь. Но в любом случае, конечно, это процесс переживания, отпускания. И легче всего отпускать не с обидами, когда вы остаётесь с очень многими обидами, а это очень часто бывает после развода, конечно, отпускать вам сложно. Выходить и залечивать внутреннюю целостность тяжело. А как от этого освободиться? Ну, опять-таки, вы можете прибегнуть к помощи психологов, да. Или же, ну, как совет, вспоминать о том, что же хорошего было в этих отношениях. Не надо всё перечёркивать из-за того, что вы развелись, потому что всегда в отношениях было что-то хорошее. Ну, хотя бы на начальном этапе. И поблагодарить человека за всё хорошее, что было. Потому что с благодарностью отпускать легче. У нас есть в WhatsApp вопрос. Очень коротко давайте на него ответим. Познакомилась с мужчиной. Он мне очень нравится. Планируем жить вместе. Но дочка против моих новых отношений. Что делать? Ребёнок не может родителям говорить, что делать или не делать. Конечно, счастье мамы первостепенно. И поэтому надо с ребёнком разговаривать. Но тут важно, как и новый спутник отнесётся к ребёнку и найдут ли они взаимосвязь. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Спасибо за полезные советы. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Арина Сукуева. Увидимся с вами завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова